11.06. В Кирове начинается программа «Дневной разворот». Сегодня среда, и это «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». В студии Владимир Сметанин и Светлана Занькова. Добрый день. Здравствуйте. Мы продолжаем вчерашнюю тему, как и обещали. Вчера, напоминаю, в «Дневном развороте» мы беседовали здесь по итогам госсовета, пришедшего в Москве 5 апреля, с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. И сегодня два часа мы разбираем этот же вопрос, вопрос конкуренции, вопрос развития малого и среднего бизнеса, вопрос гупов и мупов их судьбы и возможно ли их заменить частными структурами. С нашими гостями Андреем Усенко, вице-президентом Вятской торгово-промышленной палаты и Владиславом Поповым, полномоченным по защите прав предпринимателей Кировской области. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Значит, во втором части к нам придут Алексей Кузьмин, предприниматель и депутат Кировской городской думы 5-го созыва Денис Пырлок, руководитель компании «Киров пассажир автотранс». Надо сказать, что Денис Пырлок не только руководитель компании «Киров пассажир автотранс». Ну, просто в прошлом у него есть опыт работы, как раз таки в транспортной сфере. В прошлом. И по телефону у нас будет глава города Кирово-Чепецка Елена Савина, глава Белохолнинского района Татьяна Телицына и Сусанна Никитина-Юнблюд, руководитель холдинга «Профбизнес-групп» и соучредитель частных садиков и школ. Потому что частные садики мы вчера обсуждали. Совершенно верно. Ну, еще раз. Госсовет 5-го апреля был посвящен развитию конкуренции, и Владимир Владимирович Путин много чего подчеркнул и заявил в ходе вступительного своего слова к этому Госсовету. В частности, он говорил о том, что необходимо преодолеть протекционизм региональный, во-первых, а во-вторых, нужно расчистить поляну от гупов и мупов с той целью, чтобы более эффективно работали, например, частные предприятия. Мы хотим понять, что такое про конкурентные подходы. Мы хотим понять, почему президент говорит о том, что муниципальные служащие и правительство региональное имеют бюрократический стиль мышления и не стремятся выстраивать выгодную региону его жителям экономику государственного и муниципального заказа. Действительно ли это так? Как обстоят дела у нас? Ну и какие выводы, собственно, наши гости сделали, прочитав стенограмму и выступления всех, кто был на Госсовете? Давайте начнем мы с Андрея Усенко, вице-президента авиатской торгово-промышленной палаты. Андрей Леонидович, какие основные для вас вихи вы отметили? Ну, коллеги, я внимательно познакомился со стенограммой Госсовета и должен вам сказать, из собственного опыта, надо читать в большей степени обращать внимание не на стенограмму, а на перечень поручений, которые будут по итогам Госсовета. Его, к сожалению, пока еще нет. Перечень поручений выходит с некоторой задержкой, с корректировками. Вот тогда можно будет уже обсуждать, собственно говоря, конкретику, которая должна будет по итогам этого государственного заседания Госсовета реализовываться. Потому что, если говорить о Госсовете в целом, то те, кто, собственно говоря, смотрел и читал, наверное, согласятся со мной, что конкретики в самих выступлениях было немного. Наиболее содержательным с этой точки зрения было выступление главы Федеральной антимонопольной службы Артемьева, которая сопровождалась презентацией, в которой были указаны конкретные цифры по конкретным отраслям, которые в соответствии с планом развития конкуренции, утвержденным президентом, должны быть на региональном уровне реализованы. Поэтому, конечно, внимание к этой сфере на государственном уровне говорит о том, что определенные изменения будут происходить. Те вещи, которые были продекларированы и заявлены в отношении позиций относительно муниципальных и государственных предприятий, я эту позицию услышал еще два с половиной года назад на Сочинском форуме, когда говорилось это в отношении к гупов, мупов, гупов различных форм и неэффективных результатов их деятельности. Вы помните на госсовете выступления Александра Владимировича Бричалова, главы Удмуртии, который сказал, что несколько десятков миллиардов оборотов в кагупах и мупах, и при этом чуть меньше 20 миллионов прибыли по году. То есть об эффективности, если говорить с точки зрения прибыли и коммерческой составляющей, то результат там налицо. Важна была фраза относительно регионального протекционизма, на который все обратили внимание, те самые пресловутые программы. Квасной протекционизм, сказал Путин. Те самые программы «Покупай», «Вятская», «Владимирская», «Рязанская», «Московская». Но мне кажется, они в данный момент естественным образом свернулись. Их пик был несколько лет назад, и у нас была реализовывалась подобная программа. Но их потенциал был исчерпан, на мой взгляд. Ведь их появление было в первую очередь вызвано экспансией федеральных торговых сетей, когда мы сталкивались с ситуацией наличия большого количества торговых точек, в которых отсутствовала продукция местных товаропроизводителей. К сожалению, других методов влияния на этот процесс, кроме как некий политическо-административный, не совсем, может быть, даже в правом поле, а на уровне таких договоренностей, тогда эти механизмы отработали. Сейчас они свою эффективность потеряли. Те коммерческие связи, которые в итоге выстроились, они работают. Те же производители, которые не смогли зайти, они уже даже с этим региональным протекционизмом зайти, собственно говоря, не могут. Хотя я, может быть, здесь несколько вразрез скажу, но я понимаю региональный протекционизм как закрытие собственного рынка, а вот административная поддержка расширения рынков сбыта, мне кажется, это тот механизм, который использовать надо, и который у нас в регионе, собственно говоря, есть примеры его работы, и его надо развивать дальше. Это что? Закрывать не собственный рынок, а оказывать содействие нашим компаниям, нашим производителям, предприятиям в выходе на другие рынки и расширении этих рынков, причем как рынки других регионов, так и зарубежные. В отношении экспорта, и здесь, опять же, там надо говорить про уже послание президента, поставлена задача, по-моему, к 2025 году в два раза как минимум увеличить несырьевой экспорт, и это делается в том числе административными методами. Точно такие же методы, на мой взгляд, надо применять и на уровне региона в отношении экспансии наших производителей по территории Российской Федерации. Но это тоже ведь не новая совершенно идея, и ежегодно правительство Кировской области отчитывается о мероприятиях, которые оно планирует или уже провело, для того, чтобы наши продукты, я имею в виду не только пищевые продукты, выходили на рынки из соседних регионов и других стран, и что? Ну, эту практику надо продолжать. У нас в последнее время небольшой, скажем так, провал в практике выезда в другие регионы с собственными производителями, с их презентацией, с презентацией потенциала региона. Эту практику надо возобновить. Вы имеете в виду Дни Кировской области, которые, в том числе, да? Да, в формате Дни Кировской области, в формате коллективных стендов на каких-либо региональных конгрессно-выставочных мероприятиях. Потому что это не столько протекционизм, сколько в хорошем смысле лоббирование наших интересов, при том, что лоббирование ответственных производителей, добросовестных, производящих качественный продукт, естественно. Поэтому надеюсь, что в том числе с учетом позиции Владислава Леонидовича эта практика будет возрождена. Потому что она реально приносила пользу нашим предприятиям. Не надо строить иллюзии относительно того, что если мы знаем про хорошее качество наших продуктов и других видов производства различных отраслей, то об этом знают все. Даже та самая всемирно уже известная фабрика «Весна», производящая замечательные игрушки, безопасные и разработанные с учетом нашей специфики, не во всех регионах представлены. И те самые проекты Дни Кировской области позволяли выходить на рынки других регионов этой продукции. А с древесиной-то нашей вроде все в порядке. Ее покупают далеко за пределами. С древесиной все в порядке. Сейчас конъюнктура рынка так сложилась, что китайцы уже добрались, собственно говоря, не считая Дальнего Востока и до наших, до центральных областей, вывозят сырье, но, к сожалению, не очень глубокой переработки. Мы понимаем, что та самая добавленная стоимость в продукции, она создается в случае, если мы увеличиваем степени переработки. Тогда возникают и рабочие места, и налоговые отчисления, и, собственно говоря, экономическая активность. А когда мы продаем сырье, не меняется структура экономики. Поэтому здесь вопрос выстраивания внутренних производств с высокой долей переработки. Давайте передадим слово Владиславу Попову, уполномоченному по защите прав предпринимателей Кировской области. Владислав Леонидович, что для вас было главное, что вы услышали, слушали или читали стенограмму Госсовета и заявления, которые там прозвучали? Во-первых, было сказано достаточно много пунктов. Потому что проблема, которую сейчас мы осмотрим, она достаточно многогранна, и какой-то панацеи решений нет. А какая проблема? Ну, если мы вообще в целом говорим про развитие предпринимательства, тут, наверное, я бы даже поспорил с тем, что сказал губернатор Удмуртии в отношении эффективности тех же мупов, гупов. И то, что, кстати, как раз вчера обсуждалось на встрече с губернатором, что должны быть некие ниши, в которых, возможно, нужно прописывать участие, четкое участие субъектов малого в среде бизнеса. Конкретные доли предлагал Бричалов выделить, да? Квотирование. Квотирование. В каждой отрасли. Не так все просто в отношении, как мы упрощаем, мупы, гупы. Давайте все-таки понимать, что там, где у нас есть мупы, гупы, это не в чистом виде конкурентность, да? Все-таки они охватывают те сегменты бизнеса, которые занимаются социальными функциями. Поэтому там нельзя гнаться за прибылью, это как раз реализация соцфункций, и там прибыль вторична. Там изначально главное – это оказание самой функции, а не эффективность с точки зрения рентабельности данной услуги. Поэтому, конечно, часть функций, на мой взгляд, должны осуществляться не в чистом виде, а, скажем, конкурентной средой. Потому что все равно, если мы говорим про частный бизнес, то давайте говорить честно, частный бизнес, все-таки, в первую очередь, несет задачу внутренней эффективности, прибыльности. А если мы говорим про некие такие квази-предприятия, которые образуются у нас субъектами госдеятельности, это все-таки закрытие соцфункций. Мы сейчас проверимся буквально на полминуты, продолжим и обсуждаем вопросы, что мешает развитию конкуренции в российских регионах. И хотелось бы понять, действительно ли госорганы препятствуют развитию малого и среднего бизнеса, занимаясь не своим делом. Продолжаем. Будет ли развиваться конкуренция в российских регионах, что мешает ее развитию, и действительно ли госорганы препятствуют развитию малого и среднего бизнеса в регионах. Вот, собственно, о чем мы сейчас будем говорить с нашими гостями, Андреем Усенко и Владиславом Поповым. Ну вот, Владислав Леонидович сделал нам замечание в перерыве, что у нас вопросы довольно размытые. Сейчас мы зададим конкретный вопрос. Значит, мы цитируем Путина. Что особо отмечу, говорит Владимир Владимирович, государственные структуры, компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес. Фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки, и как следствие идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики, подрываются предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела. Вполне конкретное заявление. И нам бы хотелось понять, согласны ли вы с этим заявлением. Сейчас Владислав Леонидович к вам вопрос. И какие ниши, с вашей точки зрения, действительно нужно высвободить для развития малого и среднего бизнеса? Однозначно, что средний и малый бизнес должен работать в сфере услуг, потому что это та ниша, которая изначально родилась для развития конкурентной среды. То есть у нас все услуги. Образование услуги, медицина услуги, ЖКХ услуги, это все услуги. Транспортные переводские услуги. Транспортные переводские услуги. Все. У нас все услуги. Если мы говорим все-таки в целом, то в любой сфере допустимо участие частного бизнеса. Единственное, что необходимо с точки зрения конкретных государственных структур, региональных, федеральных, более четко описывать правила игры. Вот вчера на встрече с губернатором достаточно полноценно дискутировалась тема участия бизнеса в сфере перевозок. Причем отмечалось, что именно общественного транспорта. Данную тематику мы как раз осматривали в нашем министерстве транспорта. Ведь не так все просто. Во-первых, это не столь эффективная отрасль с точки зрения рентабельности. И она на сегодня субсидируется. То есть нам надо понимать, что как мы вовлекаем участие бизнеса в ту сферу, которая субсидируется. Где здесь понимание внутренней эффективности? Это раз. Второе. У нас не так четко прописаны на сегодня механизмы требований к бизнесу, участия в этой сфере. Это как раз касается транспорта, который выходит на линии какого года допустим транспорт, для того, чтобы обеспечить четкость оказания функции, чтобы не было риска для перевозок людей. Или, если мы говорим, про грузы, перевозки грузов. Поэтому, так как позицию полномоченного, понятно, что мы защищаем бизнес. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что у нас должны быть четко прописаны правила госструктур, которые должен бизнес соблюдать. Потому что, например, скажем, я как гражданин против автовеста, у нас выйдет автобус 50-х годов на линию, по дороге развалится, не дай бог, там что-то еще хуже случится. Поэтому там, где касается именно сфера услуги, связанных с людьми, необходимо, чтобы у нас бизнес более четко был соответствующим тем правилам, которые есть. Правила-то эти должны быть на каком уровне? На региональном, на федеральном? Они могут быть, как я сказал, на любом уровне. То есть и на региональном, и на федеральном. В том же послании президента отметил президент, чтобы им генпрокуратура дала полный анализ обоснованности проверок, проведенных начиная с 2014 года, и, прежде всего, внеплановых. Отмечает президент, что предприниматель не должен жить в постоянном ожидании, что к нему нагрянулся с очередной проверкой, не должен бояться, что любые его действия можно легко подвести под крутостью или под штраф. Вот если мы говорим в целом про развитие конкурентной среды, то действительно сегодня нужно делать более прозрачным данным правилам игры. и для бизнеса, и, с другой стороны, более четко определять со стороны государства. Ну, в общем, я думаю, Андрей Владислав Леонидович, вы тоже общими фразами ответили на мой вполне конкретный вопрос. Потому что вы не ответили, какие конкретно ниши нужно сейчас разрабатывать, высвобождать, и там уже можно говорить о разработке правил и так далее. Но что должно быть? Где мупы и гупы должны уступить? Более четкие правила игры. Вот и все. Потому что сегодня получается, что у нас, если мы коснем практически любую сферу услуг, то допустимое участие и гупов, мупов, и частного бизнеса. Но я подчеркиваю, что там, где наступают социальные функции, необходимо более четко описывать правила игры для бизнеса, чтобы бизнес в погоне транспортных услуг. В каких нишах малому и среднему бизнесу трудно пробиться вследствие всего, что вы перечислили, но они могли бы быть более эффективны, чем государственные предприятия? Это, мне кажется, в любых. Вы сами отметили, что есть сфера образования. И мы видим пример достаточно эффективной работы частных образовательных структур. Здравоохранение. Очень сложная сфера. Она требует очень четкого государственного регулирования. Но, опять-таки, частные медицинские центры могут достаточно эффективно оказывать медицинские услуги. А дают им оказывать эти медицинские услуги? Выделяют им квоты для обслуживания и работы с страховыми компаниями? Накануне, кстати, губернатор, когда говорил о развитии здравоохранения Вятского, я правильно понял его, что мы как-то сюда частников вообще не подпускаем? Нет, он так не сказал. Ну, там вывод такой напрашивается? Он похвалил консолидацию всех сил в государственных предприятиях, которые теперь оказывают услуги. И подчеркнул, что мы видим их эффективность. Про частные компании сказано ничего не было, насколько я помню в этом смысле. Андрей Леонидович, мы на последнем, еще раз ссылаюсь на пленарные заседания в общественной палате, где обсуждали как раз развитие частного предпринимательства в образовательной сфере. Заслушивали доклады и Министерства образования, и Дмитрия Курдюмова, зампреда, который курирует эту сферу, и представителей частного сектора. И говорили о том, что вполне могли бы, вполне конкурентоспособны были бы частные предприятия, особенно учитывая дефицит мест, например, в детских садиках. И что в итоге? Ну, коллеги, я бы хотел, что называется, тоже в общем, но конкретно. Я считаю, что мы в данном случае в некотором смысле занимаемся подменой понятий. Государство, говоря о том, что существуют целые сферы и отрасли, в которых велика социальная значимость, и поэтому нельзя или опасно допускать туда бизнес, который своей целью ставит извлечение прибыли, несколько подменяет понятие, на мой взгляд, и лукавит. Потому что основная государственная функция в данном случае – обеспечение качественного, полноценного и эффективного контроля за качеством оказания тех услуг, которые в тех самых конкурентных отраслях должны оказываться. В образовании, в медицине, в социальной сфере, где-то еще. Только контроль? Контроль оказания качества этих услуг. Причем без разницы, государственными предприятиями или муниципальными, или частными. Ко всем должны быть равные требования, и у всех должны быть равные возможности. Именно в этом и заключается конкуренция. Это то, что мы с вами сейчас в определенном образе имеем в сфере государственного медицинского обеспечения. Когда работает принцип «деньги идут за пациента». Государство перешло уже на эту сферу, и сейчас говорится о том, что этот принцип будет распространен в том числе и на частную медицину. Постепенно, последовательно, не сразу. Но он будет работать, когда частные медицинские клиники смогут оказывать услуги по системе ОМС. И человек будет выбирать, куда он идет и куда он обращается. Они уже сейчас могут оказывать услуги по системе ОМС. Часть услуг, да. Вполне. Но ведь распределение как раз возможностей оказывания услуг по системе ОМС занимается... Государство. Кто контролирует? Специальные советы, которые кто возглавляет в Кировской области и в любом регионе? Ну, наверное, представители органов власти. Представители органов власти, о чем Путин и говорил, все равно контроль за представителями органов власти. И здесь есть некоторые факторы, о которых говорит... Я не знаю, как у нас. Я не буду делать выводы. Потому что министерство, соответственно, еще не ходит к нам в эфир. Задать вопрос будет сложно. Однако Путин говорит о том, что люди считают, что у них мало шансов пробиться на рынке, плотно занятые госпредприятиями и компаниями. К медицине это в полной мере имеет отношение. И трудно получить госзаказ или муниципальный заказ. Честной конкурентной борьбы. В том числе и фонд. Еще раз. Возвращаясь к тому же пленарному заседанию и в принципе говоря. Я считаю, что государство в данном случае должно обеспечить две базовые возможности. Вернее, первая функция это контроль. А вторая это возможность выбора человеком того учреждения государственного или частного, где он получает эту услугу. Это может касаться образования, это может касаться социальных услуг, это может касаться медицины и целого спектра тех услуг, которые мы, собственно говоря, и обсуждаем. В том числе транспортных. Человек должен иметь возможность выбрать ехать на муниципальном автобусе или на частном. Но государство должно обеспечить контроль того, чтобы на линию выходил не автобус производства 50-го года. Слушайте, когда мы говорим государство должно, все время такое ощущение, что это не мы здесь. Не правительство, не бизнес-эмбудсмен, не общественная палата, не торгово-промышленная палата, не те, кто конкретно этим занимается. Я просто говорю о том, что мы опять же подменяем понятия и мы, и органы власти, и дальше в рассуждениях все. Потому что конкуренция может развиваться не только между субъектами предпринимательства, она может развиваться между теми же гупами и мупами и бизнесом. Но гражданин должен иметь возможность выбора. То, о чем мы говорили на пленарном заседании. Те деньги, которые государство выделяет, не государство выделяет, а мы платим в виде налогов. И которые потом поступают в городской бюджет, который расходует их на обеспечение мест в детских садах. Дайте возможность человеку принять решение о том, куда эти деньги будут потрачены. Потому что я, как налогоплательщик, плачу налоги, которые идут в городской бюджет на содержание детских садиков. Но при этом я услугами детских садиков муниципальных не пользуюсь. Я бы принял решение о том, что вот эти деньги, которые в виде моих налогов заплачены, вот так были бы потрачены. Вот это принципиальное решение, которое надо принять. Будет ли какие-то... Подождите, а что вы имеете в виду? Своебразный сертификат образовательный? Тоже та же самая система, которая начинает сейчас реализовываться в медицине. Деньги идут за пациентом или деньги идут за родителем. Не надо выдавать ему деньги на руки, как не совсем правильно меня поняли. Надо дать возможность выбрать. И эта система будет работать в нормальной экономике. Мы говорим о том, что у нас постоянные демографические всплески и спады. И государство вынуждено то строить детские сады в авральном порядке, то потом перепрофилировать их куда-то, когда нет на них спроса. Бизнес на это может реагировать гораздо более гибко. И мы, имея дело в образовании и в дошкольном воспитании с демографией, мы можем прогнозировать на несколько лет вперед, что, собственно говоря, мы будем иметь с точки зрения потребности в этом виде услуг. То есть родители должны получать на руки некий сертификат, которым они могут воспользоваться. Там какое-то количество денег. И сделать выбор. Либо они свой сертификат несут в муниципальные учреждения, либо идут в частный, например, садик или начальную школу, где, может быть, они еще и доплачивают, скорее всего, доплачивают. Но они таким образом платят не 10-15 тысяч, а, условно говоря, половину. Они делают выбор с точки зрения качества, с точки зрения расположения, с точки зрения набора услуг, которые они получают. Это нормальная практика, потому что государство — это механизм перераспределения. А мы можем принять какие-то подобные законы и одобрить подобные механизмы действия на региональном уровне или муниципальном, или это только федеральная история? Ну, я не готов с правовой точки зрения дать оценку возможной реализации подобных правовых актов на уровне региона. Но мне кажется, что если задаться такой целью, а не искать, собственно говоря, объяснение тому, почему этого сделать нельзя, то подобный механизм реализовать можно было или инициировать его принятие на федеральном уровне? Приверемся буквально на полторы минуты. У нас реклама. И продолжим обсуждение, что мешает развитию конкуренции в российских регионах и каковы перспективы развития малого и среднего бизнеса в конкурентной борьбе с мупами и гупами в нашем регионе. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Для реализации региональных планов мероприятий по развитию конкуренции должны быть предусмотрены стимулирующие мотивационные меры для регионов, в том числе финансового характера, сказал уже упомянутый здесь губернатор Удмуртии господин Бричалов. Что имел в виду господин Бричалов, когда об этом говорил? У нас мало мотивационных мер для поддержки малого и среднего бизнеса? Что не встреча с представителями различных организаций, как у нас множество государственных для поддержки малого и среднего бизнеса, то нам рассказывают про новые и новые мотивационные меры. Вчера губернатор Васильев сказал, что встречался с представителями Сбербанка и тоже обсуждались мотивационные меры. А бизнес малый и средний как не развивался, я имею в виду, но не увеличивалось все количественно, качественно, так и не развивается. В чем причина? Владислав Леонидович. Раз уж мы коснулись вчерашнего выступления и конкретно встречи со Сбербанком, достаточно интересный проект, и это, кстати, как он сказал, пилотный проект. У нас действует МФЦ, единое окно для населения, сейчас такое же единое окно разрабатывается для предпринимателей. То есть в течение года делался срез, анализ, какие функции выгодно на единое окно завести. Это делалось силами МФЦ, силами Министерства экономического развития. Сбербанк сказал, что есть ресурсы для создания данной системы единого окна на своей площадке. И да, сегодня Сбербанк у нас такой пилотный проект для отработки единого окна для предпринимателей. И это увеличит количество частных предприятий? Это, во-первых, упросит процедуры для бизнеса, потому что, ну, вы знаете, что сегодня, чтобы сделать бизнес, предпринимателю нужно получить множество документаций разных инстанций. Организовать, зарегистрировать бизнес. Да, зарегистрировать бизнес, вести бизнес, отчетность бизнеса. То есть то же самое, как у нас есть множество документов для физлиц, множество документов отчетных, регистрационных есть для бизнеса. Соответственно, сегодня это актуально, это упрощает задачу. Также это связано с тем, что помимо того, что куда-то документы сдавать, данные структуры могут заниматься каким-то обучением. То есть настройкой бизнеса, что раз ты занимаешься бизнесом, тебе нужно иметь такую-такую-такую отчетность, мы тебе поможем ее правильно составлять. Этим самым занимались и другие структуры, созданные правительством Кировской области. Какие? Обучение. Какие структуры? Фонд поддержки предпринимательства. Много ряд функционирует, программы постоянно развиваются, и постоянно они об этом тут отчитываются, обучают. Зачем еще делать такую же историю, Андрей Леонидович, со Сбербанком? Можно понять? Элементарный ответ. Элементарный ответ есть у Владислава Леонидовича какой? Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше, чтобы тоже был выбор. Да, естественно, тоже конкуренция. Но это еще одно окно получается, и туда можно пойти, и сюда можно пойти. На самом деле я здесь хотел бы что сказать. Вот смотрите, надо отдать должное государству, хотя вы просили не произносить это слово. Ну как-то в государстве это что-то такое. Ну персонализировать, я понимаю. Но с другой стороны, смотрите, вот проект создания МФЦ для граждан, надо признать, государство удалось. Вот с точки зрения сейчас понимания гражданами, населением, людьми того, что практически по всем вопросам взаимоотношений или взаимодействия с государственными органами, надо идти в МФЦ. Мы с вами просто как граждане... У меня, кстати, негативный опыт, Андрей Леонидович. Опыт негативный с точки зрения процесса. Но мы с вами теперь знаем, что если есть вопрос к государственным органам, надо идти в МФЦ. Практически в 100% случаев. И там этот набор услуг получите. Как он оказывается, это вопрос совершенствования. Но вот это понимание, оно в обществе появилось. Вот мы говорим о том, что точно такое же понимание должно появиться у бизнеса. Что, собственно говоря, по всем вопросам взаимоотношения с государственными структурами, он обращается в одно, причем я предпочитаю в данном случае говорить не окно, а дверь. Потому что мы все через окна ползаем, а все-таки хочется, чтобы в дверь можно было нормально ходить. Вот когда проводилось с Министерством профильного анкетирования бизнеса, и эти результаты, собственно говоря, были представлены. По востребованности тех или иных ситуаций, так называемых, для бизнеса. Так вот, там в десятке, по-моему, 4 пункта касаются фонда социального страхования, сдачи отчетности и всего остального. ФНС, еще несколько структур. То есть бизнес-то, в отличие от граждан, до сих пор должен по всем этим ведомствам бегать. Причем где-то еще электронный оборот, документы оборот не налажены, надо бумажку носить. Причем еще, чтобы тебе расписались, выстои в очереди. Так вот, бизнесу тоже необходима такая дверь одна, в которую он входит и, собственно говоря, получает весь комплекс государственных услуг. Его не волнует дальше, как они между собой начинают это межведомственное взаимодействие организовать. Он приходит, говорит, вот моя отчетность, пожалуйста, заберите. Или вот я хочу зарегистрировать компанию или перерегистрировать. Вот, пожалуйста, окажите мне эту услугу. Причем бизнес-то за нее даже заплатить будет готов, в случае, если качество этих услуг будет достойным. И, собственно говоря, реализация этого проекта в Кирове на базе Центра оказания услуг Сбербанка, она подразумевает именно это. Вопрос в том, что началось это буквально с этого года и еще идет настройка этого процесса. И предстоит еще много времени, пока бизнес это выучит. Причем это же должен не только бизнес осознать, это должны осознать все остальные государственные органы, что больше не они дергают предпринимателя, дай отчетность, дай справку или подтверди то-то, или заполни эту анкету. А что все, они тоже в одну эту дверь пошли, только с другой стороны они входят в ЦОУ, а предприниматель входит с другой стороны в ЦОУ. И вот там происходит вот это скоординированное общение. На это нужно время. Получится это или нет, но практика и опыт работы реализации проекта по МФЦ для граждан позволяет надеяться на то, что получится. Я просто добавлю, опять-таки возвращаясь к тематике Госсовета, там же как раз было сказано, что одна из проблем развития предпринимательства это бюрократические барьеры. У нас большое количество контрольных органов, с которыми нужно взаимодействовать. Предприниматели часто не знают, куда и как взаимодействовать. Есть единое окно, он обращается, там уже будет некая практика обращения, то есть упорядочение тех проблем, которые есть у бизнеса. Поэтому единое окно, это как раз встала проблема, ты знаешь, куда идти, иди в МФЦ. Это решается сейчас на региональном уровне? Не понял вопроса. Проект реализуется в стране в целом, в разных форматах. Где-то создается МФЦ для бизнеса. Есть примеры успешной реализации уже этого проекта, где все работает? Ну, полностью все госфункции пока еще не заведены, потому что это вопрос межведомственного взаимодействия федеральных структур. ФСС как требует эту отчетность, так они и требуют ее. Это должно быть принято решение на федеральном уровне, как это было сделано с гражданами, что все вопросы вот этого межведомственного документа оборота берет на себя, собственно говоря, там МФЦ или там какая-то... То есть еще нет пока ни одного региона, где все активно работает? Вы же слышали, что мы пилотный проект. Мы проносили какое количество документов, если бизнес вопросов, с какими он может взаимодействовать с разными структурами. Сколько у нас получилось там по выборке? Там несколько сотен документов, если даже не больше. Там только в ранжировании участвовало так. У нас амбудсмен был на втором месте обращения по проблемам. Безумное количество документов. Просто мы этого мало касаемся. У меня просто в качестве примера и конкретики, да, у меня там тот самый... Есть желание у одной из групп иностранных граждан зарегистрировать российскую компанию. Для того, чтобы инвестировать в один из проектов на территории региона. Чудеса. Так вот им практически представители органов власти сами говорят, подождите, пока не открывайте. Вот когда начнете как бы уже там на конкретику выходить, тогда откройте. А то вы сейчас откроете, полгода будете пока еще думать, а вам уже отчитываться и платить за это надо. Ну, они удивились очень этому, потому что говорят, а за что платить, если мы еще не работаем. И мы сказали, ну вот как бы бумаги-то все равно надо будет заполнять и балансы сдавать. Они сказали, ладно, мы подождем. Вот как сложно все оказывается у нас в государстве. Решается, потому что хочется услышать очень простые вещи. Так, ну, ребята, мы обсудили вот это все. Теперь мы понимаем, что в транспортных перевозках нужно, значит, чтобы частные компании пришли в образование, в водоканале. И еще центральный рынок должен стать наконец-то частным. А мы с вами целый, там, 36 минут сейчас, вот заметьте, коллеги, 36 минут потратили на то, чтобы рассказать, как сложно все устроена бюрократическая машина в нашем государстве. Что когда-нибудь, вот сейчас мы разрабатываем, и что-то это будет. И из года в год, но и тоже мы обсуждаем. Давайте, правда, надо закончить какую-то конкретикой, по крайней мере, там, промежуточной. Да, вот я еще раз вернусь все-таки к презентации Артемьева, да, там, руководитель ФАС. Он в презентации четко назвал, значит, рынок социальных услуг инвалидам и престарелым гражданам, показатель в 10% от объема рынка, должны оказываться негосударственными предприятиями. Рынок розничной торговли лекарствами, по их оценкам, в разных регионах по-разному, где-то 100% у мупов, гупов, где-то 90% уже у частного, но они стоят 60%, должно этого рынка находиться минимум 60%. 60% в регионах должно находиться, да, у частного бизнеса. Значит, рынок медицинских услуг 10%, но, к сожалению, не от системы ОМС, а, вот как сказал дословно Артемьев, после дополнительных консультаций, которые мы проводили до последних дней с уважаемыми губернаторами, стоит написать не про рынок ОМС, а все-таки про весь рынок медицинских услуг. Реформа, что касается образования, дошкольного, рынок оказания услуг по отдыху и оздоровлению людей, детей, прошу прощения. Тоже люди. Также сказано, что каждый регион должен определить для себя, обязан в своей дорожной карте развития конкуренции, но эта цифра должна существовать. Жилищное строительство 80%, потому что есть регионы, где тоже достаточно высокая доля. По дорожному строительству, насколько я понимаю, будет, опять же, на откуп регионам отдано определение, но те цифры, которые я назвал, это цифры, которые рекомендованы на федеральном уровне для применения в регионах. То есть вот конкретика по тем сферам, о которых мы с вами говорили. А потом уже, когда сейчас последует документ с конкретными наказами, будут и сроки установлены? Да, когда перечень поручений, там уже план развития конкуренции в России, он утвержден постановлением, указом президента. Там сроки определены. Регионы сейчас уже тоже приняли эти планы региональные, но сейчас к ним будет разработана дополнительная дорожная карта с цифрами. Спасибо. Спасибо, Андрей Усенко, Владислав Попов. Мы прерываемся на новости, тематические программы и рекламу и встретимся в начале следующего часа.